Добро пожаловать! И сегодня у нас с вами тема «Устный ответ у доски» или «Устный ответ с места». Не имеет значения, сейчас я поясню, что я имею в виду. Определим с вами случаи, когда этот формат взаимодействия с учеником необходим, и в каких случаях от него можно смело избавляться. Здесь я имею в виду ту ситуацию, когда ученик отвечает, а весь остальной класс слушает его или наблюдает за его действиями. То есть меня интересует именно вот эта ситуация. У доски она или с места – это уже отдельные нюансы. И меня интересуют те ситуации, в которых данная активность будет уместна, необходимо, оправдана, и также те ситуации, в которых это элемент, не являющийся частью учебного процесса, не позволяющий достигнуть какого-то учебного результата, и тот элемент, от которого смело можно избавиться и освободить тем самым драгоценное время урока. В каком случае, в каком случае преподавателю важно услышать устный ответ ученика обучаемого? Вот в какой ситуации это необходимо? Без этого никак нужно сделать это. Необходимо устно выражать ответ в том случае, если ты делишься, делишься чем-то, я не знаю, представляешь что-то, представление какое-то, да, совершаешь, там, проект, например, защищаешь, допустим, или презентацию какую-то представляешь. То есть, это те ситуации, когда есть либо обмен, либо диалог. То есть, либо обмен, мы чем-то взаимополезным обмениваемся мнениями, пониманием, информацией, знаниями, опытом, либо мы устанавливаем диалог. Это действительно те самые ситуации, в которых такая деятельность, такое задание, оно необходимо. Все те ситуации, которые вот я обобщила двумя словами диалога и обмен, это те ситуации, в которых такая форма работы оправдана уместно, и мы ее используем для этого. В том случае, когда все то же самое, о чем мы с вами говорили, все те же самые действия, производятся, или все те же самые задания являются репродуктивной деятельностью, репродуктивной деятельностью. Когда ученики друг за другом, например, если это речь идет о всем классе, или избранные какие-то, репродуктируют то, что уже было написано в учебнике, или было наговорено учителем, или было прорешено, допустим, дома. Репродуктивная деятельность. Вот этот элемент, этот элемент, как правило, он заканчивается отметкой, как правило. Вот этот элемент смело из учебной работы можно убирать, потому что он занимает драгоценное время урока, и он не является частью учебного процесса. Это может быть рассказ стихотворения по памяти у доски с места. Но это тот рассказ, когда ты его пересказываешь, ты его дома выучил, ты его пересказываешь, весь класс это слушает, ты получаешь за это отметку. Потом следующий, он рассказывает, весь класс это слушает, ты получаешь отметку. Это может быть пересказ, допустим, параграф истории, параграф по биологии, то есть что-то начитанное, ты его пересказываешь учителю, классу, весь класс это слушает, ты получаешь какую-то отметку. Или это может быть, я не знаю, проверка выполнения домашней работы. Сделал, не сделал, выходи к доске, пиши на доске, что ты выполнил, не выполнил. Или рассказывай опять-таки устно, весь класс зависит от темпа того, кто будет представлять эту домашнюю работу, и ученик получает какую-то учебную, какую-то отметку. Вот это тот элемент, который, как я уже сказала, не является частью учебного процесса, потому что это способ выставления отметки, это способ контроля. И вот эти две ситуации для себя нужно очень хорошо различать. С какой целью мы проводим эту работу. И зачастую вопрос, а зачем, например, мы заучиваем стихотворение наизусть и представляем ему, его всему классу у доски на отметку, он действительно может поставить в тупик на какой-то момент. Потому что мы привыкли к этому учебному заданию, мы его сами в большом объеме освоили в школе, когда были учениками, вполне возможно, что и в институте. И теперь его просто передаем. Мы с вами идем далее. Основные причины, по которым похожа работа, например, выучивание стихотворения наизусть и представление перед классом, проводятся в школе. Это самые сейчас, привожу распространенные аргументы, других я пока еще не слышала. Это первое. Это развитие памяти. То есть мы выучиваем, например, стихотворение наизусть, или мы выучиваем какой-то параграф наизусть, или мы выучиваем какие-то формулы, алгоритмы наизусть и, например, пересказываем для того, чтобы улучшать память. Второе. Я сейчас их немножко коротко прокомментирую. Второе – это развитие умения выступать, развитие навыков презентовать себя. И третье – это развитие речи. Развитие речи, то есть через заучивание каких-либо диалогов о стихотворении развивается речь, улучшается речь. И вы знаете, вот если рассмотреть эти причины, то с этим можно, с одной стороны, согласиться, сказать, что это логично, так оно и есть. Но если мы посмотрим на реализацию в школьной системе, то нет, так его нет. То есть как будто бы да, как будто бы развиваются все то, о чем я сказала, но в школе, увы, этого не происходит. Это знаете, как математика. Если спросить, для чего изучать математику, развитие логики, развитие мышления, но если мы посмотрим на ту деятельность, которой мы занимаемся в школе, это инструментальный подход, там просто набивание руки и прорешивание, я не знаю, там тысячи примеров по какому-то алгоритму, и это никак не связано с развитием логики мышления. Что я имею в виду? Первое, друзья, относительно развития памяти. Заучивание одного единственного или даже нескольких стихотворения наизусть. Затем рассказ его на отметку в школе перед классом память ученика не развивает. Не развивает, друзья. Поэтому, если периодически в нашей учебной работе, например, там раз в месяц, раз в четверть, мы даем на дом выучить стихотворение, потом они приходят, его рассказывают нам перед классом, получают отметку, и мы думаем, что мы тем самым способствуем развитию памяти, мы память не развиваем. Это способ выставления отметки. Для того, чтобы память развивалась, это заученное стихотворение необходимо, необходимо периодически вытаскивать из своей памяти и в каких-то ситуациях его задействовать. Я как-то на ютубе следила за одним спикером, которое является и поэтом по совместительству. Она, по-моему, не знаю, что-то связано с бизнесом, друзья. Точно не могу сейчас ее направление сказать, но пусть будет какие-то бизнес-процессы, например. И когда она вела свои тренинги, она периодически какую-то ситуацию комментировала зачитыванием стихотворения, цитат, которые подходили идеально по смыслу. Вот я верю, что заучивание стихотворений у этого человека действительно развивает ее память. И каждое следующее ей дается уже гораздо легче, потому что у нее есть определенные стратегии. И она их периодически вытаскивает, вытаскивает и озвучивает, и говорит. Первый момент, в том случае, в котором мы используем его в школе, на развитие памяти это не влияет. Второй момент – развитие умения выступать. Мы предполагаем, что дав на дом задание выучить стихотворение, выучить диалог, выйти на уроки к доске, перед всем классом его рассказать, получить за это отметку, то есть тебя оценивают, мы предполагаем, что это развивает навыки публичного выступления. Если бы, друзья, это было так, в нашем обществе не осталось бы человека, который волновался бы перед выступлением, или который мог бы не сорвать свое собственное выступление за счет того, что у него очень уже крепкие нервы и выдержка. Мы же видим ситуацию прямо противоположную. Мало того, что есть огромное количество обучающих курсов, обучающих взрослых людей ораторскому искусству, умению выступать, держаться на сцене, управлять своими руками, потому что ты все время говоришь, что ты что-то дергаешь, что ты дергаешь. Я, например, такая. Так еще и умение справиться с волнением. Умение еще и справиться с этим волнением. То есть не развивается это умение само по себе. Иди выучи, расскажи, выучи, расскажи, выучи, расскажи. Так развивается только одно – стресс и нежелание этим заниматься. И есть исследование. Мне только сегодня его скинула образовательный психолог моя коллега, который показывает, насколько повышается уровень кортизола, когда ученики узнают, что, например, через три дня им надо будет выйти к доске и презентовать, допустим, презентацию или стихотворение или еще что-то. За три дня до у них уже подскакивает, когда сам этот процесс, он еще выше становится. Поэтому, не поддерживая процесс обучения на публике, не поддерживая то, как можно справиться с волнением, а волноваться человек, который выходит на публику, будет всегда, всегда, всегда. Это невозможно набить. Ты все равно будешь испытывать волнение. Неважно, какой ты гуру и сколько лет у тебя опыта, ты все равно будешь испытывать волнение. Вот без обучения этому ты не научишься публично выступать. Это всегда будет стресс, это будет сильный страх. И, как многим людям, он мешает развиваться по карьерной лестнице, расти по карьерной лестнице, развиваться профессионально. Потому что человек получает какую-то высшую должность, и оказывается, что он должен будет проводить регулярно, например, собрания в коллективе на 50 человек, на 100 человек, а может быть, еще выступать на телевидении и на радио, и человек не может с этим справиться. Не может, потому что это очень страшно, это очень волнительно. Ты испытываешь стресс, в этот момент у тебя в памяти блокируется все, что ты мог выучить наизусть, все то, чем ты так идеально владел, и ты не доносишь до людей ту информацию, которую должен был донести. И третья причина, которую называли, как я уже сказала, это развитие речи. Развитие речи, опять-таки, как я сказала, косвенно, действительно, действительно, через заучивание красивых диалогов, через начитанность, через заучивание поэзии, действительно, речь обогащается, мы узнаем новые слова. Но, опять-таки, заучить дома стихотворение, рассказать школу на отметку, оно этому не способствует. Этой поэзией надо заниматься, ею надо наслаждаться. Эти новые слова необходимо где-то в контексте применять. Мы можем с ребятами эту поэзию изучать, читать стихи вслух. Я помню, как, например, моя коллега, учительница литературы, когда они изучали английскую поэзию, они в классе опускали шторы, зажигали на столах свечи. Да, ну, это сейчас, я не знаю, по технике безопасности будет разрешено или нет, но можно придумать какие-то лампы, которые имитируют свечение свечи. Ставили вместе столики, накрывали их, ставили, например, чаек, мальчики одевали белые шарфики, девочки брали с собой вира, и они зачитывали те стихотворения или отрывки, которые будоражат лично их. Зачитывали вслух, вот вставали и все слушали. Почему? Потому что это обмен. Это обмен, это процесс, в который мы вовлечены, мы кайфуем, нам это нравится. А следующий этап, следующий этап, например, создание своих собственных, создание своих собственных стихов. Можно ведь использовать какие-то приемы, допустим, изучили, что такое метафора, потренировались ее использовать. Создаем собственные четверостишки, где эта метафора задействована. Вот это и изучение, это и процесс, это и использование, создание нового. Вот здесь мы можем говорить о том, что речь таким образом, через такие действия улучшается. Через то, что ты заучил, рассказал, стрессанул, получил отметку. Нет. Вы учите стихотворение наизусть. Это процесс или это результат? Если это результат, давайте начнем с этого. То есть, если зачитывание стихотворения наизусть есть результат, ты за это получаешь отметку. То есть, ты уже эксперт в том, чтобы зачитать, например, конкретно это стихотворение. Речь не идет о том, чтобы там все, кто знает, может быть и так, не будем сейчас в это углубляться, но это результат. То есть, ты в этот момент демонстрируешь свое умение. Ты показываешь, что ты этому научился. И если происходит оценивание, если ты получаешь отметку, она в буквы, она в виде номера, ты получаешь какую-то отметку, значит, для этого уже были разработаны определенные критерии, опираясь на которые, ты и работал над выучиванием наизусть данного стихотворения. Критерии известны заранее. Это не сюрприз для тебя, когда ты оказываешься уже в роли того, кто должен презентовать свое умение. Критерии известны заранее. Ты их знаешь. Будет оцениваться это, 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 это. И что это значит? Это значит, что тогда предварительная работа должна быть посвящена тому, чтобы это, это, это и это научить делать. Допустим, умение выразительно читать. Тогда, соответственно, мы на уроке учимся этому. Мы учимся выразить. Что это значит выразительно читать? Это как это выразительно читать? Мы учимся. Умение выступить. Кстати, зачитать. Фразу, четверостишья, целое стихотворение. Что в этот момент мы чувствуем? Как помочь себе справиться? Какую работу предварительную проделать? Как должен поддержать весь класс в этот момент? И так далее. Это значит, что именно этому умению зачитать стихотворение наизусть, и, например, если очень важно нам аудиторию, если прямо это архиважно, да, если это прописано, то, соответственно, добавляется еще и этому. Это то, чему мы будем ученика учить. Вот приведу пример. Например, у меня дочь ходит в актерскую студию, и они там составляют свои собственные этюды, презентуют их. Для чего? Потому что это обмен и диалог. Они составляют свои собственные этюды, демонстрируют и получают обратную связь от преподавателя, от других ребят. Ребята подчеркивают для себя из этого какие-то идеи, запоминают, применяют это в следующий раз, когда они свой собственный этюд подготавливают. Они через это обучаются для того, чтобы потом в итоге у них это умение презентовать, например, свои этюды на публике уже, например, в пьесах или в какой-то момент импровизировать, чтобы они научились. У них это умение постепенно формируется. И это та работа, которая не делается дома. Дать работу домой, выучить стихотворение «Приди, продемонстрируй, как ты умеешь» это значит оставить ученика в этом процессе наедине с собой. Он этого не умеет, он это не знает. Ему этого не научили. Он не может это сделать. Мы даем, по сути, задания, которые мы действительно не научили, потому что предполагаем, что что там такого, ну просто выучим наизусть. Повторяем многократно, допустим, один из вариантов, читай, читай, читай. И, честно говоря, даже стратегии запоминания могут быть разные. Ученикам тоже важно обмениваться своими лайфхаками, кто как учит. Я помню, когда ты очень давно приводила пример с соседским мальчиком, который тогда учился в первом классе, и нужно было выучить стихотворение наизусть. Родители использовали весь словарный запас тех слов, которые они знали, обрушивая на этого мальчика, потому что он никак не мог выучить стихотворение наизусть. Бабушка, бывший завуч, не смогла, используя все педагогические примочки, которые знала, выучить его, заставить его выучить это стихотворение. И моя дочь, которая на тот момент, по-моему, училась в третьем классе, пошла в гости просто поиграть. Она не знала об их ситуации. В тот момент, когда она узнала, что он столкнулся с этой проблемой, она вышла от него через пять минут, стихотворение было в его голове. Что помогло? Она не заставляла его сидеть. Он очень хотел двигаться. Ну, такой вот ребенок. Я думаю, что сейчас таких детей все больше и больше. Ему надо было двигаться. Если у человека, например, синдром гиперактивности, ему надо двигаться. Он только в движении запоминает какие-то вещи. Он просто ходил по комнате, повторял, читал, и оно осталось у него в памяти. Поэтому вот всем этим элементам, которые потом превращаются в результат «я умею читать стихотворение неизусть», этим всем элементам нам, соответственно, необходимо учить. У нас зачастую прям вот разрыв. На уроке одно, домашнее другое. На уроке одно, домашнее другое. Вот сильно такой разрыв происходит, друзья. Далее. И как я уже сказала, если это учится дома, а потом рассказывается наизусть на отметку, это просто способ выставления отметки. Теперь, если это процесс, значит, получается через заучивание стихотворений, через презентацию, как вот с этюдами я рассказывала, через презентацию в какой-то момент своему напарнику, да, с кем-то сидишь по партии, в какой-то момент индивидуально ученику, где-то в группе, где-то, может быть, перед классом, где-то на видео, это по-разному можно организовать. Получается, что через эту деятельность я чему-то учусь, я чему-то учусь. Развиваются определенные навыки. Например, будет конкурс, мне писали в комментариях в одном примере, например, вот будет конкурс чтецов. И понятно, что там мы уже презентуем результат. И для этого результата, чтобы там себя презентовать, соответствовать условиям этого конкурса, ты обучаешься. И в ходе обучения ты заучиваешь, например, разные стихотворения, ты исследуешь стихотворения, ты не анализируешь их, ты понимаешь, какой тебе ближе, выбираешь для себя это стихотворение, заучиваешь его. Ты можешь в какой-то момент презентовать, например, группе одноклассников такая деятельность на уроке, когда ты его зачитываешь, и одноклассники говорят, что они там услышали, что они увидели. Они хотят, чтобы ты больше улыбался, оно серьезное, может быть, грустно становится и так далее. Это все для обсуждения и для диалога. И в ходе этого процесса ты приобретаешь какие-то умения, которые ты потом, впоследствии, можешь презентовать. И в частности, в ходе такой работы мы берем вот этот вот разбор с волнением, мы с этим также работаем. И это же тот опыт, который ты потом можешь перенести на другие учебные предметы. Буду подытоживать наш прямой эфир. Мы говорили об устном ответе ученика и о тех ситуациях, когда этот момент связан с обучением и когда он уместен. А когда этот момент, это задание, в том виде, как оно сейчас реализовано достаточно массово в школьной системе, он не нужен, он не способствует развитию, он скорее даже прямо противоположный эффект оказывает на учеников. Ну что, заканчиваем. И, друзья, до встречи. Спасибо!